Привет, просветители! На прошлой неделе всё информационное пространство было занято двумя вопросами. Кто виноват и что делать? Как отвечали на эти вопросы всевозможные чиновники и депутаты, вы, скорее всего, и без меня узнаете. Спойлер! Игры и анонимность в интернете среди козлов отпущения. Да, преступник же через интернет лицензию получил. Личность скрывал. Ой, нет. Но я бы сегодня с вами хотел поговорить на тему, которая как-то не особо звучала в новостях. Наверное, потому что те товарищи, которые объясняют, как надо работать в школе, никогда в этой самой школе не работали. В общем, всё как всегда. Где был школьный психолог? Почему психолог не увидел проблему раньше? За что психологи в школе деньги получают? За заполнение бумажек. И нет, это не вина психологов. Это у нас система так устроена. Похлопаем. Ручками хлоп-хлоп. Давайте я сейчас раскрою огромный секрет. Нет, никакой нормальной психологической работы в школе не ведётся. Те три с половиной счастливчика, с которыми психолог всё же постоянно занимается, это просто капля в море. А на море корабли. Те самые дети, которые даже не знают, что в их школе есть такой специалист. А чтобы вы лучше поняли, почему так происходит, давайте сравним работу психолога с единственным продавцом в магазине. Тем счастливым человеком, который и кассир, и грузчик, и товар оставляет, и бухгалтерию ведёт. Только вот работает он не в маленьком семейном магазинчике цветов в Париже, а в Ашане. И он в этом Ашане один. При этом абсолютно не важно, как он обслуживает покупателей, есть ли молоко на полках, а это что за пятно в третьем отделе. Маруська, тащи швабру. Директор магазина будет оценивать работу нашего счастливчика исключительно, вот прям трижды подчеркну, исключительно, по заполненной бумажке и лампочкам вокруг вывески Ашан. Чтоб с улицы красиво выглядело. Главная цель нахождения психолога в школе – заполнение отчётов. Всё. Пусть тогда с пятном в третьем отделе разберётся. И начнём с того, что любой человек, хоть немного разбирающийся в психологии, понимает, что сама мысль «один специалист на тысячу человек» «а порой один психолог на две школы». О, оптимизация. Это смех-панорама. О какой системной работе может идти речь при таком соотношении? С каждым ребёнком я могу поговорить шесть минут в год. Сейчас разберёмся во всех проблемах. Но не волнуйтесь, у нас решили вести в школах новую должность. Советник директора по воспитательной работе. Внимание, заместитель директора по воспитательной работе всё ещё остаётся. Вот на это расширение у нас средства есть. Ещё бы. Юнормейские проекты. Продолжим после рекламы. Ну что, как говорится, если у тебя на канале собрались главные просветители страны, мало обсуждать проблемы и качество образования в этой самой стране. Нужно ещё порой и отвечать на вопрос, что делать. Думаю, мало для кого является секретом, что дипломы многих россиян мирно пылятся на полках. А что им ещё делать? Дипломом. Не россиянам. А вот уже россияне из кожи вон летут, чтобы обеспечить себе и семье достойный уровень жизни. Ещё бы не сгореть при этом на нелюбимой тяжёлой работе. Вы уже, конечно, слышали про диджитал-профессии. Но вот что выбрать конкретно для себя и в каком направлении развиваться, знают не все. Я нашёл интересное исследование HeadHunter. За последние три года востребованность SMM-специалиста увеличилась в три с половиной раза. SMM-специалист продвигает бренды и продукты компании в социальных сетях. Заманчиво. Но стоп! Как мне кажется, прежде чем бросаться в омут с головой, очень важно понять, какое из направлений SMM ближе вашим интересам и способностям. А поможет вам в этом бесплатный курс. Обратим внимание на наше любимое прилагательное. Старт в SMM от образовательной платформы Нетология. И да, Нетология это про то самое качество образования в первую очередь. Вы узнаете, какие бывают специализации в SMM. Как развиваться в этой профессии? Подходит ли вам вообще работа в этой сфере? На курсе вас ждут видеолекции, практические задания и дополнительные материалы, разработанные экспертами. После того, как вы определитесь, в каком направлении SMM вам интересно работать, вы сможете освоить полноценную профессию на одном из специализированных курсов. Это может быть SMM-менеджер. Научитесь комплексно реализовывать SMM-проекты. Таргетолог. Вас научат работать с рекламой в социальных сетях. Инфлюенс-маркетинг. Работа с блогерами сейчас актуальна как никогда. А на курсе продвижения в мессенджерах вы научитесь работать с рассылками, чат-ботами и автоворонками в мессенджерах. А по промокоду ОСТАПов вы получите скидку в 40% на обучение в нетологии. Ссылка на бесплатный курс и промокод будет в описании. Переходите и знакомьтесь с миром SMM. Школьный психолог с детьми практически не работает. Есть, конечно, пара исключений. Мы о них еще поговорим. Он заполняет отчеты и проверяет тесты. У нас, в принципе, теперь вся школа этим занимается. Возможно, в профессии существуют гении, способные по одному тесту определить все проблемы человека. Да, пара тестирований в год это самый популярный момент взаимодействия психолога и ученика. Но что этот самый гений забыл в школе, я искренне не знаю. Если учитель в обычной, не московской, услышали? Не московской. В школе получает крохи, то ставка психолога это просто... Ну вот знаете, лакнецкое чудовище? Оно вроде бы есть, а вроде бы и нет. Так и с зарплатой психологических работников. Зачем нормальному психологу работать в современной школе? В провинции. С тонной требований за копейки и минимум удовлетворения профессионального роста. А, любовь к детям. Или призвание. Так он может во время частной практики детьми заниматься. Если я, к примеру, никогда не рассматривал вариант репетиторства, потому что все же урок и работа один на один это совершенно разные вещи, то психолог и должен достаточно часто тет-а-тет заниматься. Нет, конечно, кто ж спорит. Здорово решать все проблемы целого класса с копом. Че, Иванова, в себе не уверена? Выходи к доске. Поэтому ему и логичнее работать частно. Он так поможет большему количеству детей. Школа в ее нынешнем состоянии вообще ничего не даст. Ну, кроме опыта, я лично знаю психологов с той самой любовью к детям, которые просто бежали из школы. Потому что ничего, кроме заполнения бумажек и претензий, не стоит забывать про претензии, работа им не могла предоставить. Хотя их еще просили детей на Олимпиады развозить. Это плюс. Они хотели работать с детьми. А работали с табличкой Excel. Вот, допустим, детский сад в Воронеже сейчас ищет психолога и готов предоставить зарплату аж 12 792 рубля. Я, конечно, не из Воронежа и даже не психолог, но тоже подумываю резюме отослать. По-моему, я когда-то так уже шутил. А, мы в том ролике зарплату учителей в Смоленской области обсуждали. Там тоже просто гигантские суммы фигурировали. Нет. Нельзя навалить на человека огромную ответственность и нагрузку, платить при этом 3 копейки, окей, 12 792 рубля. И рассчитывать при этом, что выполнять эту работу будут великие профессионалы. Наверное, еще и с кандидатской диссертацией. Ну, за 12 тысяч меньшего ожидать не стоит. А, хотя у нас так и делают. Да, они сами знали, куда шли. Но вы серьезно верите, что на такую зарплату соглашаются не исключительно от безысходности? Человек, которому есть где работать, пойдет вкалывать за 12 тысяч? По-моему, такому стахановцу самому психологу нужно. В том же Воронеже есть вот такие вакансии. Но нет, я пойду за 12. Отличный выбор, братишка. И да, за 12 в садике и 15 в школе ты будешь работать совершенно другим количеством людей. То есть, по факту, толком ни с кем. Поэтому, уважаемые родители, если ваш ребенок не держит в страхе весь класс и от одного его имени рука преподавателя не тянется к валерьянке, просто знайте, на работу со специалистом рассчитывать не стоит. Психолога, грубо говоря, в вашей школе попросту нет. Нет, он, конечно, есть, но ваш ребенок, скорее всего, его никогда не встретит. Более того, в некоторых школах его на самом деле нет. Как и медсестры. И нормальной охраны. А вот если ваш сынок или дочурка тот самый Деннис Угроза, это все меняет. И это вторая грустная истина, о которой мне бы хотелось поговорить сегодня. На спокойного, обычного ученика системе плевать. Звучит, конечно, грубо, никто это никогда не признает, но это так. И в своих роликах, и в книге я неоднократно говорил, что наше образование стоит на постулате. Необучаемых детей не бывает. Что бы ни творил на занятии 17-летний, назовем его Пончик, а то Петь в комментариях обижается. Какую бы дичь на уроке не творил наш Пончик, виноват всегда учитель. Всегда. Если один старшеклассник мешает учиться всему классу, это проблема учителя. И класса. Но не Пончика. Пончик не при делах. Пончика просто не поняли. Запомните, к нему просто не нашли подход. Фраза, к моему ребенку не нашли педагогического подхода, решает абсолютно все проблемы. Главное, написать ее куда-нибудь повыше. Никаких серьезных мер воздействия на Пончика нет. Ведет себя неадекватно? А я против разговора со специалистом. Мой ребенок абсолютно нормальный. Ищите педагогический подход. Как Коля Соболев в своем ролике сказал, надо просто таким детям мозг проверить. Только вот без согласия родителей, никто нигде ребенка проверять не будет. А родители, вот так сюрприз, чаще всего не согласны. Индивидуальное обучение? Я против. Мой ребенок будет учиться вместе со всеми. Дома он ведет себя совсем по-другому. Ищите педагогический подход. Подход найдите! Го-подход искать, я создал. Если родители не пойдут навстречу, то ваши руки связаны. И пока Пончик не проломит голову Люсеньке, окей, булочки, мы сегодня имен не называем, его обязаны терпеть, потому что у него есть право на образование. А на то, что он нарушает эти же права одноклассников, всем чихать. Права звездочки, особенно если родители знают, куда нужно писать, всегда выше прав остального класса. На бумаге, конечно, нет. Но по факту да. Пончик орет благиматом на физике и слушает музыку через колонку прямо на уроке. Это, кстати, невыдуманная история. Для системы все учатся, потому что и Пончик, и булочка, и лавашек в классе, и доска есть, а вон и парты. И ничего, что весь класс пытается нашу звезду утихомирить вместо того, чтобы учиться. Главное, что у всех равные права. И вот тут-то на сцену и выходят психолог и социальный педагог. Чтобы дать возможность учиться остальному классу, родители же не при делах, это просто к ребенку подход не могут найти. Внимание! Порой это действительно так. Все силы школы бросаются на Пончика. С ним занимается психолог, на его семью пытается повлиять социальный педагог, а внимание, такой Пончик в школе не один. А если еще и родители нашего хлебобулочного изделия самоустранились от процесса воспитания, кроме отчетов, заниматься психолог будет только Пончиками. Исключительно. Потому что они мешают всем. И если не принять срочных мер, образование не получит никто. Эту мифическую психологическую помощь получают те самые оторвы. Я сейчас ни в коем случае не говорю, что они не должны ее получать. Только вот времени на тихого мальчику окна просто физически не хватит. Психолог-то в школе один. И судя по реакции власти, больше их не станет. И вот тут следующий момент. Если ребенок не орет благим матом и не срывает уроки, это не значит, что у него нет психологических проблем. Более того, все так удивляются, но он же был тихим, никого не трогал. А может быть, его трогали. Но все внимание-то на Пончика, это же он сейчас своему соседу голову оторвет. Кроме того, наш Пончик эмоций в себе не держит. Он же у нас звезда класса. Ежедневно разрядку получает. Ему и не надо никаких планов вынашивать. Он свои желания сразу же реализует. Девиантное поведение ученика это проблема школы, не родителей. Вот школа и пытается эту проблему решить, бросая все доступные ресурсы. А если ты никому не мешаешь, ну, что ж, здорово. Продолжай в том же духе. Попытка все свалить на непрофессионализм учителя «Мое солнышко дома так себя не ведет» приводит к тому, что у нас большинство школьников просто как будто на отшибе. О их проблемах никто не знает. А как иначе? Когда Пончик все же проломит кому-то голову, а он проломит, ну, это же дети. Просто заигрались. Все участники марлезонского балета, кроме родителей, которые с мехотворным штрафом отделаются, должны будут предоставить миллион бумажек, доказывающих, что с Пончиком велась индивидуальная работа. Вот эта работа и ведется. А сосед нашей звездочки и так тихонечко за партой сидит. Вот как с Пончиком разберемся, так и на него обратим внимание. До тех пор, пока неадекватные ученики и такие же родители, кстати, в первую очередь родители, будут чувствовать свою полную безнаказанность, у нас есть право на образование, ищите подход. А психологическая работа в школе будет представлена одним психологом, заваленным отчетами, большая часть учеников будет для системы абсолютно неизведанной территорией. А сидел вроде спокойно.